ГОМЕРСКИЙ СПОРТСМЕН А также по одному в тяжелой атлетике, боксе, современном пятиборье, конном спорте и легкой атлетике. Это меньше, чем было на прошлой Олимпиаде. На прошлой Олимпиаде у нас было 20 человек. В Лондоне у нас было 29 человек. Но это также говорит о том, что уровень спорта все-таки очень сильно вырос. Уровень результатов вырос. И потолок для попадания на Олимпийские игры, он также вырос. Ну и нам есть о чем задуматься и над чем работать еще. Виды спорта, которые мы действительно рады. То есть у нас традиционные гребли на байдарах и каное. У нас академическая гребля. Титанический труд проводят как спортсмены, так и тренеры. И правильно выстроена система подготовки, которая говорит о том, что на протяжении уже нескольких Олимпийских игр мы не только большое представительство Гомельской области на Олимпийских играх, но и медали имеем в виду. Но порадовали нас тяжелая атлетика, порадовала современная пятиборья, порадовала бокс очередной раз. Удачное выступление на командном чемпионате Европы по легкой атлетике обеспечило пропуск на игры Бегуньи Юлий Близнец. Гомельчанка выступит в составе белорусской команды в эстафете 4 по 400 метров. Поборется за Олимпийские награды и Владислав Смягликов. Получить путевку в Токио через квалификационный турнир у боксера из Добруша не получилось. Однако на руку белорусы сыграли предыдущие успехи. Международный Олимпийский комитет предоставил по одному пропуску на игры в каждой весовой категории от каждого континента. В Европе в рейтинге в весе до 91 килограмма Владислав Смягликов оказался выше всех. На данный момент подготовка к играм выходит на финишную прямую. Сейчас будет выезд после вот этой первого этапа. Основной этап это будет в Владивостоке со сборной командой России. И все наши сильнейшие боксеры будем выезжать туда буквально 8 числа. И после этого сразу поедем в Токио. Там 24 числа уже весовая категория, в том числе 91, будет начинать. Но у нас так турнир боксерский на протяжении всей Олимпиады будет боксировать. Поэтому мы раскладываем свои силы так, чтобы когда у нас будет финал, и объемную нагрузку складываем таким образом. На две олимпийские квоты в современном пятиборье у женщин претендовали сразу три спортсменки, у которых были именные лицензии. Это представительница столичного региона Астасия Прокопенко и гомельчанки Ольга Силкина и Ирина Просенцова. Точки надыра ставил июньский чемпионат мира в Каире. Прокопенко выиграла золото в личных состязаниях. Просенцова и Силкина стали чемпионками мира в эстафете. Тренерский штаб национальной сборной сделал выбор в пользу Прокопенко и Силкиной. На проходившем на этой неделе в России чемпионате Европы белорусские выиграли золото в эстафете. Континентальный форум стал для спортсменок последней пробой сил перед главным стартом четырехлетия. С 14 числа будет сбор либо в Южной Корее, либо в Гомеле. Пока корейцы дают добро, ну, из-за ковида может все поменяться. Поэтому, возможно, главный тренер, поляк, считает, что в Гомеле ему больше понравились условия и хочет готовиться к Олимпиаде, если не будет Южной Кореи в Гомеле. Теперь главная задача для спортсменов – избежать травмы, болезней в оставшееся время, соблюсти все необходимые санитарные условия и показать лучший результат. Максим Савин, Валерий Гопанько, Евгений Макейенко, Игорь Морищенко. Новости недели. Новости недели.